Клуб «Долголетие. Золотая осень» при культурном центре подмосковного совхоза имени Ленина провел для пожилых людей, бывших тружеников предприятия, праздник урожая. К организации мероприятия подошли основательно. Стол мы накрыли, соответственно, нашему празднику. Совхоз нам сыр подарил, капусту квашеную только начали делать, принесли нам, нам на дегустацию принесли. Всякие соленья, варенья, яблочки, пирожки тоже с яблочками и с капустой из совхозных полей. Почти два года назад в результате рейдерского захвата совхозного дворца культуры «Золотая осень» лишилась своего помещения. Сейчас пенсионеры собираются в другом, меньшем по площади, но, как признаются сами члены клуба, очень уютном. Для людей старшего поколения в «Золотой осени» проводятся лекции, мастер-классы, познавательные встречи, кинопоказы, концерты самодеятельных коллективов. «Золотая осень» – это вот, вы знаете, это такой дом, в который хочется приходить. Для пожилых людей важно общение, важно понимание того, что ты кому-то нужен. Поздравил пенсионеров с праздником и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Он отметил, что поддержке пожилых людей в народном предприятии всегда уделялось особое внимание. Пока совхоз жив, мы будем думать не только о своих рабочих, но еще и о наших пенсионерах, о ветеранах, о людях, которые на самом деле являются солью. Потому что мы работаем так хорошо, потому что вы раньше так же хорошо работали. Павел Грудинин подчеркнул, что в совхозе проводится грамотно выстроенная социальная политика, которая закономерно ведет к улучшению жизни людей. Некоторые вещи, которые делает государство, они, в общем-то, нами были давно уже придуманы и делаются. Например, выплаты беременным, которые приносят справку, и до рождения ребенка там одни суммы, после рождения, до трех лет, там другие суммы, причем достаточно большие. А на празднике в клубе «Золотая осень» люди благодарили руководство совхоза имени Ленина за поддержку пенсионеров. Пусть ваша осень приходит не скоро, ваша душа пускай песни поет.